Всем привет! Сегодня мы поговорим про такой технический элемент, как дроп с футплента. Он позволяет спрыгнуть на велосипеде практически с любой поверхности, на которой умещается ваша стопа. Какие же задачи позволяет решить этот технический элемент? Во-первых, с его помощью вы сможете дропать с поверхностей, специфика которых не позволяет вам нормально разогнаться на велосипеде. Ну, например, это наклонные поверхности, где крутить приходится вверх, либо какие-то шероховатые, бугристые и так далее. Кроме того, это, естественно, поверхности, на которых кроме вашей ступни ничего больше не помещается, то есть физически невозможно там поставить велосипед. Ну и, кроме всего прочего, с помощью этого вы сможете разнообразить свое катание, что тоже довольно-таки неплохо. Дроп с футплента — это штука, которую не часто увидишь в эдитах и профайлах. Главное не забывать, что этот элемент позволяет дропать лишь вертикальные дропы, когда горизонтальный пролет минимален. Разумеется, вы не сможете там на скорости 40 км в час с ноги топнуть какой-нибудь лютый спиддроп. Ну, если, конечно, вы не Даррен Берриклот. Интересно еще и то, что этот элемент значительно проще выучить, чем какую-нибудь реальную пробивку. Для того, чтобы без труда выучить дроп с футплента, вам понадобится какой-нибудь велосипед с низкой рамой и низким седлом. Идеально подойдет дёртовый байк. Ну и, конечно, защита колена-голени, для того, чтобы не проткнуть в процессе обучения педальми свою ногу. И шлем. Все-таки мозг — это достаточно важная часть вашего тела, важный орган. Обучение дропу с футплента, а как его еще называют, дропу с ноги или с толкача, можно условно разбить на два этапа. Первый заключается в том, чтобы вы привыкли держать велосипед на весу. При дропе с футплента вы двумя руками держитесь за руль и как бы в распорку задней ногой держите велосипед за педаль. Разумеется, нога, которая стоит на педали, должна быть вашей задней ногой во время катания. То есть, если вы катаетесь в стойке, где левая спереди, левая должна быть на земле. Правая поднимает велосипед. Для того, чтобы эффективно и не скучно выучить удержание велика на весу, имеет смысл по дороге на спот или на работу на каждый бордюр заскакивать именно с футплентом. Вы просто подкатываете к бордюру, ставите одну ножку на него и забрасываете велосипед наверх. То же самое касается и спрыгивания с бордюра. Не нужно сразу пытаться после запрыгивания и спрыгивания вернуть вторую ногу на педаль. До этого мы дойдем позже. После того, как вы достаточно попрактиковались в удержании велосипеда в воздухе руками и одной ногой, самое время переходить к обучению, собственно, самого дропания с футплента. Для этого вам нужно найти какой-нибудь небольшой, ну буквально по колено дропчик, подойдет какая-нибудь крышка колодца или что-то вроде того, с небольшим склоном, для того, чтобы вам удобно было подниматься каждый раз наверх. Важный момент. Когда вы стоите на краю дропа и держите велосипед на весу, вторая педаль, на которой не стоит ваша нога, должна быть перед голенью, стоящей на земле ноги. Иначе вы просто зацепитесь педалью, а, собственно, уже ногу. Выносите педальку вперед и вот с такого положения поднимаете велосипед и прыгаете. В первое время у вас может не получаться вовремя поставить вторую ногу на педаль. В этом нет ничего страшного. Со временем вы научитесь делать это быстрее. Однако, если храбрости у вас больше, чем терпение, вы можете просто найти дроп побольше, для того, чтобы в полете у вас точно хватило времени поставить вторую ногу. Парочка важных моментов. Во-первых, ногу имеет смысл ставить на самый край дропа, для того, чтобы вы не зацепились задним колесом за край дропа. Можете даже немножко носочек вынести вперед, если хотите. А во-вторых, толкаться вперед стоит, разумеется, посильнее. Иначе вы можете на полном серьезе чиркнуть задним колесом за дроп. У меня такое было, когда я прыгал со стены высотой 4 метра. Ничего, правда, страшного не произошло, но это, скорее, не самое приятное, что может быть. Со временем, когда вы научитесь уверенно дропать с места, статично, вы можете попробовать делать это с ходов, как, например, легендарный Даррен Берри Клотт со всяких разных скал в пустыне Юта или где-то еще. Для этого вам нужно научиться еще одному маленькому нюансу. Это дропать, выводя велик сильнее в бок. Потому что с ходу вы можете зацепиться педалью за свою же ногу. Поэтому вам какое-то время нужно будет просто подропать с одного места, вот с такого положения. Вот такой интересный технический элемент мы с вами рассмотрели. Он поможет сделать ваше катание разнообразным и выпутаться из самых сложных ситуаций. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а я поеду покатаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok